всем привет сегодня мы узнаем что лучше иметь одно ядро с поддержкой гипер трейдинг или два ядра без поддержки технологии гипер трейдинг а тестовом стенде это процессор core i3-6100 который имеет два ядра 4 потока и частота 37 гигагерца затем я отключал технологию гипер трейдинг оставив всего два потока с той же частотой и в конце я отключал ему одно ядро и включал поддержку гипер трейдинга у нас был и было одно ядро на два и два потока на нем матинская плата это а40 h110m hds память для планки по 2130 гигагерца объемом 8 гигабайт и видеокарта gtx 1050 ti от именно 3d начнем мы с видимого настройки вы видите на экране это практически запредельные настройки с низким разрешением экрана и и вот с такой просто пост-пост обработкой и это у нас процессор имеющие два ядра и два потока и на этом моменте игра у меня повисла я так и не предъявился почему она повисла я пробовал повторить тест но все равно она висла следующий тест мы проведем на процессе как имеющим всего одно ядро с поддержкой технологии гипер трейдинг посмотрим будет ли она виснуть так же как и на двух ядрах двумя потоками так Играет музыка Также я могу вам сказать, что при 1 металле и 2 потоках было меньше микрофлизов и плавность картинки была заметно лучше. Также я провел тест, используя все два ядра процессора с подключенной технологией гипертрейдинг. Результаты вы можете видеть у себя сейчас на экранах. Играет музыка Честно, из-за этого меня очень удивили. Выходит, что 1 ядра с 2 потоками работает лучше, чем 2 ядра с 2 потоками. Но этот момент я не понял. Чтобы разобраться, почему же все висит на 2 ядрах и 2 потоках, я полез в гугл. Я гуглил, но ничего интересного и важного не нашел. Возможно, никто раньше не сталкивался с такой же проблемой. Но скорее всего, это какой-то заговор. Именно поэтому я решил протестировать еще GTA 5. Итак, сначала же мы протестируем одно ядро с гипертрейдингом. Настройки максимальные, все равно упор в сейс-процессор, а я карта вам наполовину стоит. Вот начинаются просадки. Не погружаются текстуры, исчезают объекты. Все в стиле GTA 5 на слабых компьютерах. Впереди нет даже дороги. Но она нас услышала и появилась прямо перед нами. Звучит как сценарий плохого фильма. А теперь в нашем процессоре отключился гипертрейдинг, но появилось новое ядро. И сейчас мы узнаем, на что он способен. Но начало уже не очень. Фризов у нас больше, чем на одном этапе. Вам кажется, это странно. Мы не будем делать это. Мы не будем делать это. Мы не будем делать это. О, у нас исчезла дорога. В общем, с этим все понятно. i3 самый мощный красозарм из всех существующих. Шутка. И что же мы видим? GTA подтвердила то же самое, что мы получили в Ведьмаке. Что одно ядро с гипертрейдингом почему-то оказывается лучше, чем два ядра без гипертрейдинга. Хотя теоретически два ядра драмут гораздо быстрее, чем одно. У нас возникла какая-то аномалия. Кто знает, почему одно ядро тащит, а два нет? Напишите, пожалуйста, в твоей комментарии. А также поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.